Книга «Открытым оком». Тема «Будущее мира. Страшный суд». 24 том. Вопрос. 3675. «Как сегодня католическая церковь относится к евреям и что говорит о гонениях на них в прошлые века?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Папы неоднократно приносили слова покаяния евреям и осуждают гонения. «Было бы это от души и сердца». Цитирую. «Только отход от подлинного христианского разумения новозаветных текстов, от вероучительных концепций, содержащих в посланиях апостола Павла, мог привести к антииудаистской интерпретации Нового Завета. Следует отметить, что уже в I веке после Рождества Христова одновременно возникает и враждебное отношение евреев к христианам, особенно среди их религиозной политической элиты. Из Иерусалима изгоняют обращенных в христианство евреев, в том числе святого апостола Петра. Казнят как еретиков, первомучника Стефана, обоих Яковов и Варнаву. Апостол Павел обязан своим соплеменникам бичеванием. Аресты христиан, угрозы смертью, доносы на них римскими властями свидетельства этой вражды. Даже нейроновские гонения на христиан были инспирированы евреями. С другой стороны, известна симпатия к ученикам Христа Фалисея Гамалеила и Рави Елизера. Евреи укрывали спасающихся от преследований христиан в синагогах, хранили тела христианских мучеников на своих кладбищах. Поэтому евреи, как народ проклятый и наказанный Богом, свидетели, помимо своей воли истинных христианства, должны быть обличены на унижающий их образ жизни. Блаженный Августин. На суровое милосердие. Мартин Лютер. Начиная от враждебного по отношению к евреям эдикта императора Константина, 313 год, влияние церкви в мире все более возрастало. Все более возрастало и обучение презрения к евреям. В свою очередь это приводило их к социальной дискриминации, кровавым преследованиям, к еврейским погромам, совершившимся христианами с благоговения церкви, в том числе погромам, инспирировавшимся непосредственной церковью. В 1096 году начался первый крестовый поход. Целью его было освобождение от неверных святой земли, гроба Господня. Начался же он с уничтожения крестоносцами ряда еврейских общин в Европе. Немалую роль в предыстории этой резни сыграла антиеврейская пропаганда погромщиков-крестоновцев. Четвертый Латеранский собор 1215 год потребовал от евреев носить на одежде специальные опознавательные знаки или ходить в особых головных уборах. Собор не был в своем решении оригинальным. В странах ислама власти предписывали и христианам, и евреям исполнять точно такие же унизительные установления. В 16 веке сперва в Италии Папа Павел IV, затем и во всех странах Европы были созданы обязательные для поселения евреев резервации гетто. Гетто, в котором жили исключительно евреи, отделяло их от остального населения. Срепствовал в эту эпоху и клерикальный антииудаизм. Отражался он прежде всего в церковных проповедях. Большая вина за это лежит на доминиканском и францисканском монашеских орденах. Еще более мрачной страницей в истории католической церкви была инквизиция. Она преследовала не только еретиков-христиан. Репрессиям подвергались и обращенные насильно в христианство евреи, христиане, возвращающиеся нелегально к иудаизму, и еврейские миссионеры. Весьма далекими от духа, проходящих ныне, были тогдашние так называемые христианско-еврейские диспуты. Участие в них было принудительными. Оканчивались же они или принудительным крещением, или кровавым расправами. Убиты были тысячи евреев. Конфиксикация имущества, изгнание, сожжение святых книг, полным уничтожением целых еврейских общин. В Испании, перепуганный тем, что многие знатные дворянские фамилии породнились с евреями, принявшими христианство, были введены чисто российские законы о чистоте крови. Расистские. К счастью, нашлись христиане со всей решительностью, выступившие против этих попирающих христианское вероучение порядков. Среди них были святой Игнатель Лойла, 1491 по 1556 год, основатель ордена иезуитов и святая Тереза де Авила. Святая Тереза де Авила, 1515 по 1582 год, была подобна благословенной сестре Терезе Бенедикте Эдите Штейн, 1891-1942, и еврейкой и монахиней Кармелиткой, с той разницей, что Терезе удалось живой вырваться из рук святой инквизиции, а Эдита погибла в гитлеровском лагере смерти освенцами. Церковь и светские власти в эпоху Средневековья, постоянно и активно преследуя евреев, действовали как союзники в тесном единстве. Правда, некоторые папы и епископы защищали чаще безрезультативно евреев. Христианство, наконец, отреклось от самой древней ереси, какой является антисемитизм. Этим я не хочу сказать, что евреи никогда не давали никаких поводов, способствующих деятельности антисемитов. Можно сказать, например, их активное участие в коммунистическом движении, в преступлениях тоталитарной власти против польского народа. Правда, это были евреи, совершенно оторвавшиеся от своего народа и его религии. Можно добавить еще антисемитизм – это предательство христианской веры, поражение христианской надежды, смерть христианской любви. Он является грехом и грехом смертным. Церковь, осуждающая все гонения на каких бы то ни было людей, памятая общее своими иудеями наследие и движимая неполитическими соображениями, но духовной любовью к Евангелию, сожалеет о ненависти, о гонениях и всех проявлениях антисемитизма, которые когда бы то ни было, кем бы то ни было, были направлены против иудеев. Второй Ватиканский собор, 1962 по 1965 год, Декларация об отношениях церкви к христианским религиям, параграф 4. Духовные связи и исторические взаимоотношения, связывающие церковь с иудаизмом, делают само собой разумеющимся полное непринятие антисемитизма, как противоречащего духу христианства. Антисемитизм и дискриминация в любых формах несовместимы с достоинством человеческой личности, и это уже достаточно, чтобы их решительно отвергнуть. Антисемитизм и все другие разновидности расизма – суть грех против Бога и человечества, и вместе с ними должен быть отвергнут и осужден. Иоанн Павел II, Ксенс Михаил Чайковский Псалом 43.15 Ты сделал нас притчей между народами, покиванием головы между иноплеменников. Иеремия 23.2 Посему, так говорит Господь, Бог Израилев, к пастырям, пасущим народ мой, вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям и по делам их.